В то время как в Восточном Туркестане продолжаются преследования мирного населения, семьи и родственники задержанных, находящиеся за границей, продолжают давать свидетельские показания. По последним данным, 28 человек из семьи и родственников Омара Рози были заключены в концентрационные лагеря, называемые властями образовательными центрами. С тех пор от родных нет никаких новостей. По его словам, китайские правоохранители выдали паспорта его братьям и сестрам, после чего заставили их посетить Турцию. После того, как его родные вернулись на родину, их задержали и отправили в лагерь. Омар Рози обратился за помощью к международному сообществу. Соединенные Штаты Америки ограничили торговлю 28 предприятий, включая правительственные учреждения Китая, внеся их в черный список из-за причастности к жестокому обращению с уйгурами Восточного Туркестана. Отныне данные компании и учреждения смогут закупать продукцию американских предприятий только после разрешения Вашингтона. Среди перечисленных компаний есть и предприятия, производящие оборудование для наблюдения. Министерство торговли США заявило, что эти организации были причастны к нарушениям прав человека, жестокому обращению, репрессиям, массовым произвольным арестам и слежке за уйгурами, казахами и другими тюрками Восточного Туркестана, при помощи современных технологий. В ходе акций протеста в Гонконге было задержано 70 демонстрантов, обвиняемых в нарушении запрета на ношение масок. Согласно новостям Channel News Asia, сотрудники полиции сообщили, что возраст задержанных колеблется от 12 лет до 41 года. В свою очередь Кэрри Лэм заявила, что китайская армия может вмешаться в случае усугубления беспорядков. Городское управление Стамбула прокомментировало скандальный проект по дублированию имен остановок на китайском языке, опротестованный уйгурской диаспорой и местным населением. Мэрия сообщила, что установка вывесок на китайском была осуществлена в рамках проекта «Многоязычные вывески» и приурочена к 70-летию Коммунистической партии Китая. Также в сообщении указывается, что по требованию Генерального консула Китая акция была начата с китайского языка для удобства 400 тысячи китайских туристов. Министерство обороны США сделало заявление по поводу спецоперации турецких военных на севере Сирии. К сожалению, Турция предпочла действовать в одностороннем порядке. Именно поэтому мы отвели свои силы с потенциальных путей турецких военных для обеспечения их безопасности. Никаких изменений в присутствии США в Сирии нет, пишется в заявлении Пентагона. После публикации генерального менеджера команды Houston Rockets в поддержку антиправительственных акций в Гонконге, государственное телевидение Китая отказалось транслировать предварительные матчи, которые команды NBA сыграют в Китае. По данным BBC, CCTV, которому принадлежит право трансляции матчей NBA на территории Китая, сообщило через официальную страницу в Твиттере, что трансляции матчей Los Angeles Lakers и Brooklyn Nets, которые пройдут в Шанхае и Шинджине, были отменены из-за публикации Даррелла Моррея.